и при административном устройстве территории 7 марта 1944 года. В связи с тем, что в период Отечественной войны, особенно во время действий немецко-фашистских войск на Кавказе, многие чеченцы и ингуши изменили родине, переходили на сторону фашистских оккупантов, вступали в отряды диверсантов и разведчиков, забрасываемых немцами в тылы Красной Армии, создавали по указке немцев вооружённые в банды для борьбы против советской власти, а также учитывая, что многие чеченцы и ингуши на протяжении ряда лет участвовали в вооружённых выступлениях против советской власти и в течение продолжительного времени, будучи не заняты честным трудом, совершают бандитские нароты на колхозах соседних областей, грабят и убивают советских людей, Президиум Верховного Совета СССР постановляет, всех чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чечено-Ингурской СССР, а также в прилегающих к ней районах переселить другие районы СССР, а Чечено-Ингурскую СССР ликвидировать, образовать в составе Ставропольского края РСФЦР Грозненский округ с центром в городе Грозный. Чечено-Ингурская республика была ликвидирована, её территория расчленена и разделена между Ставропольским краем, Осетией, Дагестаном и Грузинской ССР. Общий штаб по выселению чеченцев и ингушей находился на территории дачи обкома КПСС в Северной Осетии в Парджоникидзе, которым руководили два заместителя Берии, генерал-полковник Кабулов и генерал-полковник Серов. В их распоряжении было около 300 тысяч солдат и офицеров, более 20 тысяч оперативных сотрудников НКГБ, НКВД и СМЕРШа, большинство из которых было снято с фронта. Операция началась с 20 октября 1943 года. Соблюдая величайшую секретность, 29 января 1944 года была убеждена инструкция по выселению. В ночь с 20 на 21 февраля в своём бронированном салоне вагоне, замаскированном под вагон холодильник, Берия принял трёх главных религиозных деятелей Чечни и попросил их оказать содействие в выселении людей. 20 февраля 1944 года было подготовлено 220 эшелонов из так называемых Столыпинских двухъярусных вагонов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok